МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы также принимаем сообщения на мобильный мессенджер WhatsApp. Мы работаем в прямом смысле онлайн. Подключайтесь. А я приветствую в нашей студии официального представителя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Ирину Лукьянину. Добро пожаловать, Ирина. И скажите, в первую очередь, на что следует обратить, на какие нововведения следует обратить внимание к автобистам с наступлением 2019 года? Как вы уже заметили, действительно, с 1 января у нас началась выдача свидетельств о регистрации транспортного средства, нового образца. Техпаспорт. Да, как в народе его называют. Ну и именно с 1 января 2019 года отменена обязанность водителя иметь при себе страховой полис в бумажном варианте. И вот сейчас начнем, пожалуй, подробнее остановимся на техпаспорте. Вот у нас увиделся технические регистрации автотранспорта. Видел я этот образец. У меня пока еще старого образца. Но там, честно сказать, мне непонятен один вопрос относительно определения цвета автомобиля, цветовой гаммы. Ведь есть и комбинированные цвета, есть аэрография. Вот сейчас как это все у нас будет? Как раз таки здесь вопросы эти все упрощены. Например, если ранее, если наносились какие-то там аэрографические рисунки, нужно было вносить изменения в связи с регистрацией транспортного средства. Сейчас в этом нет необходимости. Самое главное, чтобы цвет вашей машины четко идентифицировался. То есть даже если вы нанесли, например, какой-то рисунок аэрографический, но... На белый автомобиль сразу с зеленой краской. Да, но тем не менее видно, что автомобиль все-таки белый. Тогда у вас будет написано белый. И никаких внесений, изменений, например, описывать, есть там аэрографический рисунок или нет. Этого нет. Кстати, вот насчет комбинированного. Как раз таки комбинированного у нас не было цвета. А сейчас вот с введением нового образца в приказе также обозначен такой цвет комбинированный. То есть если имеется, например... И указывается там, если он вдруг красный с белым? Нет, просто будет писаться комбинированный. Более подробная информация, она все будет содержаться в микроинтегральной схеме, например, которая, например, у инспектора будет, скажем так, доступ к более полной информации. Вы имеете в виду вот чип, который вы назвали? Ну, здесь, смотрите, я имею в виду, что вся база данных, например, инспектор через планшет, например, он имеет доступ к базе данных. Что касается микроинтегральной схемы, которая вот в отличие от старого образца, да, вот в старом образце у нас не было такого. Это что такое микроинтегральная схема? Ну, это чип, как вы говорите, да, да, да. Вот такой вот, ну, стоит заметить, если кто не знает, что у нас свидетельство о регистрации транспортного средства нового образца, оно уменьшилось в размере, оно стало ровно таким, как и водительское удостоверение. Как и банковская карточка, да, как и удостоверение. Личность, это удобно, конечно, да, здесь есть удобство. И касательно, например, там появились дополнительные степени защиты от подделки, там голографические, и вот как раз-таки вот эта интегральная схема, она, скажем так, служит как основным элементом защиты, ну, СРТС, и также содержит, ну, скажем так, порядка 19 пунктов. В отличие от старого образца? Ну, нет, посмотрите. То есть я все веду к тому, насколько необходимо нам было сегодня уделять внимание вот на то, чтобы техпаспорта теперь... Смотрите, обычно даже в старом образце не всегда можно было, ну, всю информацию, скажем так, вывести, ну, на бумажный вариант, скажем так, да. А здесь вот именно в новом образце она, ну, только основная информация напечатана, остальная информация вся содержится в микроинтегральной схеме. А вот относительно микроинтегральной схемы, да, много вопросов и у меня тоже было как раз-таки к вам. Вот Серик, например, нам пишет, когда вводили новые водительские удостоверения с чипами, говорили, что в них будет вся информация теперь техпаспорта с чипами. Но я ни разу не наблюдал, чтобы кто-то что-то считывал с этого чипа, но я с Сериком полностью согласен. И спрашивал перед программой у многих своих друзей, да, если останавливает вас полицейский, да, когда-нибудь кто-нибудь считывал с этой информацией? Нет. И вот поэтому, насколько сегодня оправдана микроинтегральная схема, вот как вы ее называете. Ну, я так замечу, например, наше удостоверение личности тоже содержит... Удостоверение личности, да, но я никогда не видел, чтобы полицейский что-то считывал с прав... Ну, и с удостоверения личности с вашего кто-то что-то считывает? Да, периодически, когда приходите, например, в банк, да. Но тут меня остановил полицейский за то или иное правонарушение. Смотрите, здесь, когда вводилось водительское удостоверение, например, с микроинтегральной схемой, как раз таки хотели, чтобы у каждого инспектора был терминал, с помощью которого, да, у нас тогда не было какой-то общей базы в нарушении ПДД и так далее. Можно было там, например, считывать информацию, там, когда он нарушил и так далее. Сейчас в этом необходимость отпала. Сейчас, например, у нас есть, во-первых, общая база, база нарушений, база, например, там, регистрационная база транспортных средств. И инспектор может к этим базам обращаться посредством своего планшета, например. Вот, то есть необходимость в том, чтобы, например, покупать дополнительные какие-то считывающие устройства, например, сейчас отпала. Здесь сейчас больше идет, например, ну, вот этот чип, он больше идет как, именно как защитное средство, ну, как дополнительное защитное средство. Может никто и не считывать на дороге, если меня остановили, да? Это опять же, если я прихожу в автоцон или куда-либо еще, то только тогда эти чипы мне пригодятся. Правильно я понимаю? Возможно, да, вот так. Хорошо, теперь я знаю, что с нового года уже электронный страховой полис выдается, да? Да, я хотела бы заметить наших автовладельцев, что сейчас, ну не то, что там, например, электронное страхование и так далее. Далее, самое главное, то, что из правил дорожного движения у нас есть пункт 2.1.1 ПДД, в котором перечислены все документы, которые водитель должен иметь при себе и передавать их при остановке для проверки, например. Это то, что спрашивает всех, всегда полиция. Сейчас вот из этого перечня страховой полис полностью исключен, то есть отпала необходимость возить его с собой. В зависимости от того, если вы, например, уже в этом году его оформили в электронном виде, или, например, вы в прошлом году еще, например, летом оформили его в бумажном виде, и он еще действителен, да? Нет необходимости возить его с собой, потому что сотрудники полиции, они подключились к базе интегрированной, и сейчас сотрудник полиции имеет возможность смотреть, застраховали ли вы свою гражданскую правовую ответственность через, соответственно, планшеты и обратившиеся к базе. То есть достаточно сегодня предъявить полицейскому на самом деле только техпаспорт и, ну и права, соответственно, да? Да, там по пункту 2.1 выходит это водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, и вот бывает еще путевой лист, да, например, если это там юридическое лицо и так далее. То есть, в принципе, там три пункта обозначены, которые должен иметь водитель при себе. По этому поводу вот я бы хотел услышать мнение юристу на студии Бахтияр Галинжанов. Рад приветствовать вас, Бахтияр Каликанович. Вот если накануне вечером, например, купил я страховку, что часто бывает, да, ну, вчера, завтра или послезавтра меня останавливает полицейский, и меня не оказалось в базе данных. Ну, я не знаю, кто здесь уж нерасторопный, или уже где-то база не сработала, или же, может быть, страховой компанией что-то. Вот вправе ли он выписать мне штраф? А это на самом деле серьезное правонарушение, вы знаете, если ездить без страховки. Да, да, вы правы, здесь хороший вопрос, спасибо за вопрос. На самом деле здесь, если он за день, да, получается, если вы приобрели за день, они обычно в тот день, когда вы приобретаете, когда вы осуществляете страхование, да, будем так говорить, они тот день обычно не включают, они включают начало действия страхового полиса со следующего дня, да, страховой компании. Но если вас задержали на следующий день, и оказалось, что в базе данных меня нет, в любом случае это вопрос доказывания. То есть, если даже вас сотрудник, административный, сотрудник дорожной полиции составит на вас протокол, вы вправе в любом случае будете обжаловать данный протокол, тем более он будет передавать же материалы потом, если вы не согласны, в суд, и суд уже будет, и там надо будет, административный суд будет учитывать. Да, но мне в любом случае нужно будет дожидаться, чтобы он не составил протокол, и потом я пойду пешком, опять же, теперь в административный суд с этой бумагой, да, вот знаете, мне там... Ну да, я понимаю, но здесь уже ответственность, вы последующие, вот эти все, весь ущерб, если его какой-либо вам был причинен, в том числе и ущерб, любая гражданская права и ответственность, вы можете с того лица, которое вас не внесло в базу, опять же вопрос, кто будет вести, отвечать, нести ответственность за данную базу. Соответственно, вы можете уже данное лицо привлечь гражданской правовой ответственности и возместить все убытки, которые вы понесли. Но опять же, это через суд придется делать. Да, это все равно дополнительное время затрачивается. Здесь никак не подержим у нас, либо в добровольном порядке, если он согласится возместить, но это тоже неизвестно, согласится ли он или нет. Действия сотрудника будут правомерны, если он вас остановит, и в базе данных не будет страхового полиса, и если он составит на вас протокол, его действия будут правомерны. А в чем же я виноват, да, если я пришел, уплатил заработанные собственным трудом деньги, уплатил за страховку, а тут, понимаете ли, в вашей базе не обновлено, что часто бывает. Ну, смотрите, я вам говорю, что база данных страховщиков, к ней отношения МВД не имеет. Это, например, есть у нас национальные операторы, национальный банк, например. Так же, как, например, база техосмотра, да. Мы уже два года, например, тоже у нас не нужно нам возить документы, которые подтверждают прохождение техосмотра. А я вожу. Ну, у нас тоже еще два года назад отменили, чтобы этот документ возить с собой, он тоже уже в электронном виде. Вы просто для себя, наверное, распечатали и возите. Нет, мне на самом деле выдали вот в автоцоне вот такую вот страховку, вот прямо на бумаге, я ее вожу, ну, от греха падает. Здесь, извините, я вот скажу, ответственность, опять же, кто будет нести, вот вам тогда вопрос, разрешите задать. Вот, кто будет нести ответственность, я-то в чем виноват, в чем мое правонарушение. Вот, кто будет нести ответственность, вот куда обращаться человеку в случае, если не своевременно были внесены сведения в эту базу данных. Кто будет за полноту, за качество, за точно, за своевременность внесения данных, кто будет нести ответственность. И более того, я даже дополню, Бахтер, смотрите, вот Жанья спрашивает, самостоятельное онлайн-страхование на сайтах практически невозможно, база постоянно выдает какие-то ошибки. В итоге все равно приходится занять в колл-центр и через менеджера оформлять полис. А это значит, что страховка будет, ну, на 10% дороже. Вот, куда жаловаться в таком случае, Бахтер, прокомментируйте. Да, вот я не могу понять, вот я хотел узнать по этим поправкам, кто будет оператором. Вот вы говорите оператор, да, есть разные операторы у нас, различные базы данных отвечают. Вот здесь кто будет оператором? Это первый вопрос. И второй вопрос я хотел бы задать в таком случае, например, вот сейчас, по сути, страховой полис на данный момент, он, по сути, заменяет доверенность. Помните, в свое время была доверенность. Если, например, управляет автомобилем лицо, которое не является владельцем, которого нет в свидетельстве о госрегистрации, которого нет, но он вписан в страховой полис, сейчас он его с собой не будет возить. Как он будет доказывать сотруднику полиции, что он правомерно управляет данным транспортным средством? Ну, давайте начнем с первого вопроса. Во-первых, ну, насколько сейчас я владею ситуацией, сведения о страховую базу вносятся онлайн. И давайте расставим сразу точки на «ты». База страховщиков, это база страховщиков, это оператор, как вы говорите, это национальный банк. То есть вы к этому не имеете отношения никакого? Мы интегрируемся к тому, чтобы проверять, застраховали ли вы свою страховую ответственность гражданского правого ответственности или нет. Хорошо, то есть да, ладно, с этим понятно. И когда я буду покупать, скажем, страховой полис, я уже буду об этом говорить страховщикам. Ну, пожалуйста, лишний раз попросить, чтобы они ввели и проверили, в базе ли я нахожусь. Да, ну, по крайней мере, сейчас, как утверждает, например, специалисты, это все вносится сразу онлайн. То есть, когда вам оформляет страховую пользу, он сразу же, она сразу же забивает это в базу. Будем надеяться, да. Да. Теперь, что касается вашего вопроса, еще раз. Да, касательно того лица, который не является владельцем настрой. А, да, ну, это то же самое. Смотрите, вот вы, когда приходите страховать, например, да, что в бумажном виде вы страховали, что в электронном виде. Если, например, на вашей машине ездит там жена, еще какие-то родственники, знакомые и так далее, вы их вписываете, правильно? Да. Вот здесь то же самое, вы также их вписываете. И когда инспектор, например, вы за рулем, ну, не вы, владелец транспортного средства, он также обращается в базе электронное страхование. И там будет указано, что вписаны эти люди? Да, да, там будет указано, да. Если не вписаны, то это, соответственно, как угон. Соответственно, это нарушение, да. Ну, не как угон, конечно, это управление, значит, без, ну, как бы... У него, у тебя, у вас нет оснований управлять этим. И будут, да, выставлены штрафы, да, и вот у нас, к сожалению, времени так много, и поэтому хочется сразу узнать о многом, да, о деньгах, если говорить. Вот сами по себе штрафы с нового года не изменились, но расчет идет от минимального расчетного показателя. Он, как известно, у нас вырос, да, 2525 тенге. Соответственно, и вырастут суммы штрафов у нас сегодня. Ну, естественно, у нас любые штрафы, не только за нарушение правил дорожного движения, так устроен у нас кодекс об адеквативных правонарушениях, и, возможно, не только, а зависит от МРП. Например, штрафы измеряются в МРП, например, 5 МРП, и, соответственно, если МРП у нас по сравнению с прошлым годом вырос где-то приблизительно на 4,5%, соответственно, и штрафы выросли, ну, скажем, на этот показатель. И они уже действуют вот с... Да, с 1 января. Ну, здесь как раз-таки стоит отметить, что в свое время, в прошлом году, произошла гуманизация административного законодательства в том числе, и многие штрафы у нас понизились. И также, например, ответственность, вот, к примеру, за нарушение дорожного знака было 5 МРП, стало 3 МРП. Или, например, за выезд на полосу встречного движения было лишение, например, 1 год, сейчас сделали 6 месяцев. То есть произошла... Но где-то есть еще и ужесточение, да? Есть завождение в нетрезвом виде. Завождение в нетрезвом виде, как было за лишение 2 года, 3 года, так и осталось. Хорошо, так или иначе, а штрафы все равно растут, но ведь ужесточение вводится для того, чтобы аварийность на дорогах снижалась, и ситуация пока оставляет желать лучшего. И статистику дорожных автокатастроф подготовили мои коллеги. Внимание на экран. Больше 200 детей погибли в автокатастрофах на казахстанских дорогах за прошлый год. Всего дорожно-транспортные происшествия унесли жизни свыше 2000 человек. По данным Комитета правовой статистики, за 2018 год произошло почти 16 тысяч аварий, где серьезно пострадали люди. Наибольшее количество ДТП, почти 4500 столкновений автомобилей произошло в Алматы. На втором месте Алматинская область, чуть больше 2000. Замыкает печальную тройку лидеров Жамбулская область, 1280 автокатастроф. Наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий произошло в Североказахстанской области, около 200. Вот 200 в Североказахстанской области, да, против 4000 в городе Алматы. Вот на ваш взгляд, с чем вы это связываете? Я считаю, что... Плотность населения все-таки? Здесь вот как раз-таки вот такой рейтинг, он некорректен с точки зрения... Мы не сравним абсолютные цифры. То есть нельзя сравнивать Алмату почти с двухмиллионным населением, да, и, например... Ну и с целой областью, согласитесь, 200 плюс... Все равно население... Теперь смотрите, вот есть такие относительные показатели. Это, например, тяжесть последствий ДТП, то есть отношение числа погибших к числу пострадавших ДТП. Есть, например, еще зависит от количества транспортных средств. То есть есть, например, количество автотранспортных средств на 10 тысяч населения. Ну понятно, что здесь в Алмате, конечно, будет больше, чем по всей североказахстанской области. Я вот вам более того скажу. Смотрите, если возьмем даже североказахстанскую область, мы сравним всегда цифры по сравнению с прошлым годом. Произошло ли рост ДТП? Произошло ли, например, рост количества погибших? И как раз-таки в североказахстанской области, несмотря на то, что всего 200 ДТП, как вы говорите, у них на 40% возросло число погибших в ДТП. Почему? Скажите, пожалуйста. Вот с чем вы это связываете? Культура вождения, может быть. Хотя вроде бы как бы и ужесточаются, у нас и штрафы увеличиваются. И, например, в той же Алмате, в Астане, еще в некоторых крупных городах уже установили сергеки, что, на мой взгляд, лично, что достаточно дисциплинирует водители. Вот с чем вы это связываете? Смотрите, вообще на аварийность влияет множество факторов. В первую очередь, это, например, состояние дорог, уличное дорожное покрытие, например. Если мы берем, например, область, это обязательно трассы, где, например, частые выезды, например, на полосу встречного движения, превышение скорости. У нас в целом по стране, например, 30% ДТП происходит по причине превышения скорости. И как раз таки, если, например, в густонаселенном пункте, да, городе, может быть, негде превышать скорость, скажем так, и стоят камеры, у нас камеры фиксации нарушений стоят только в населенных пунктах, то за городом здесь только, как говорится, патруль сотрудников действует. И больше всего, вот именно происходит, и более тяжелые ДТП, как раз таки, с большим количеством пострадавших, происходят на трассах. Спасибо. Вот, к сожалению, время у нас ограничено, и как снизить аварийность на дорогах? Все электронные адреса прямо сейчас вы видите на своих экранах. Также принимаем сообщения на мобильный мессенджер WhatsApp. Мы работаем в прямом смысле онлайн. Мы решили провести небольшой блиц-опрос и внимание на экран. Мы решили выслушать предложение обычных людей, как снизить количество аварий на дорогах. Штрафы, мне кажется, уже и так максимальные, это никого почему-то не держит. Не знаю. Какое-то общественное мнение, может где-то показывать, что они нарушили. Надо расширить дороги и побольше камер ставить. Прежде всего, водители должны повышать культуру вождения. А потом уже должны какие-то санкции, то есть повышать штрафы, ужесточать законы и прочее. Но я считаю, что все зависит от водителей. Культура вождения, как и в обычной жизни, культура общения между пешеходами. Также и водители должны повышать между собой свой уровень общения. Наверное, нужно, чтобы не покупали права, учились. Чтобы автобусы были бесплатные, люди будут пересадиться уже на автобус, если аварии меньше было. Чтобы люди не стояли вдоль дороги, не голосовали, потому что создают аварийную ситуацию. Где-то из-за машины не видно человека, где-то из-за автобуса. И тем самым машина едет, получается, и не видит человека, и происходит это. Это надо было, наверное, сразу дороги шире делать, полос больше. Видео, чтобы побольше было, штрафы, чтобы делали почаще, чтобы они знали. Надо больше развязок, больше дорог, как-то дворы, дороги расширять. И чтобы между дворами могли проехать, проезды делать тоже. И больше делать парковок, чтобы люди дороги не занимали. Я так понимаю, что людей именно рубль пугает. Чем выше штрафы, тем человек начинает соблюдать правила. Резюмируем. Относительно штрафов мнения разнятся. Одни уверены, что нужно повышать суммы, другие результата в этом не видят. Однозначно пешеходы поддерживают увеличение количества камер видеонаблюдения, и все хотят расширения дорог. Выходит, нововведения от полицейских не совсем совпадают с ожиданиями казахстанцев. По этому поводу я хотел бы поговорить с представителем профессиональной конфедерации транспортников в Казахстан. У нас в студии Бауржан Наханов. Добро пожаловать в нашу студию, Бауржан. Здравствуйте. Как вы думаете, почему люди ждут одних изменений, а на деле мы в техпаспорта вкладываем микроинтегральные схемы, простите, пожалуйста. Ведь все-таки вы работали в правоохранительной системе. Что думаете? Понимаете, я так думаю, что всю меру ответственность воскладывать на государственные органы, это не совсем корректно. Тут должен быть комплексный план, подойти комплексно к этой проблеме. Необходимо начинать, я так думаю, буквально с детского сада. Вот и мое видение такое. У нас есть преподавание пения, допустим, астрономия, биология. Ну, эти все люди не станут певцами великими, учеными. Но автолюбителями станут обязательно. Но автолюбителями не становятся, да. То есть я предлагаю, ну, мое видение такое, что сократить количество часов необязательных знаний вот этих, при этом дать детям основы правил дорожного движения. На самом деле интересно и конструктивно. А скажите, а вот какие меры нужно вводить для того, чтобы снизить уровень смертности на дорогах? Понимаете, я еще раз сказал, должен быть комплекс-план. Если на сегодняшний день, вот мне понравился выступал человек, он говорил, должна быть культура вождения. Если взять, как сейчас вот предыдущий спикер говорил, что у нас там улицы широкие или узкие, 80% ДТП происходит по вине водителя. Соответственно, это говорит о нашей культуре вождения, о нашем воспитании. Вот из последнего доклада ООН по безопасности дорожного движения говорится о смертности. В 59% смертности на дороге, на ДТП, это люди от 14 до 45 лет. Из них 77% это мужчины. Для Казахстана, где гибнут 2000 человек, это 1500 мужчин, грубо говоря, призывного возраста. Это национальная безопасность у нас. Мы каждый год, не участвуя в боевых действиях, теряем полк, боевой способный полк, грубо говоря. То есть, я еще раз хочу сказать, надо подходить комплексно. Культурное вождение, согласен. Согласен, спасибо большое. Хорошо, я думаю, что потом мы с вами успеем прокомментировать. Но вот здесь, в социальных сетях, в частности, вот лично мне на WhatsApp приходило такое сообщение. Объединили базы ЦОН, ГАИ, страховки и техосмотры. Теперь, если вы проехали Сергек, это вот видеокамера, у вас нет техосмотра, страховки, то домой придет штраф, соответственно, 12 625 тенге и 25 250 тенге, соответственно. Сколько эта информация, соответственно, в действительности? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я сразу скажу, что эта информация не соответствует действительности, потому что камеры фиксации нарушений ПДД, они у нас фиксируют нарушение скоростного режима, нарушение проезда перекрестков, это на красный сигнал светофора, и, например, в отдельных городах это нарушение автобусной полосы, то есть выезд на полосу для общественного транспорта. Это основные три вида нарушений, которые фиксируются нашими камерами. Спасибо. И вот очень много также вопросов к нам поступает из социальных сетей относительно того, что можно сегодня фотографировать правонарушения и, скажем, отправлять в комитет административной полиции за это что-то получать. И вот, например, Жанара говорит, говорили, что в МВД будут выплачивать казахстанцам деньги за съемку правонарушений, то есть 40% скидка штрафа. Это вот как понимать? Действительно, ранее министром внутренних дел было озвучено, что сейчас в недрах МВД готовится такой проект, что если, например, граждане будут сообщать о каких-то готовящихся преступлениях, правонарушениях, которые уже были совершены, а готовящихся или уже совершенных, то будет такая возможность гражданам платить 40% от штрафа. Но это касается не только правил дорожного движения, это в целом касается всех правонарушений, то есть это мы призываем народ, скажем так, к нулевой терпимости. Но пока это еще только в планах, но сейчас уже на безвозмездной основе граждане могут проявить свою гражданскую позицию, сделать фотографию или снять видео на свой планшет, телефон или видеорегистратор и направить эти данные можно отправить на блог министра, можно отправить на сайт МВД. Что нужно сфотографировать, скажите? Смотрите, нужно, во-первых, нужно закачать на свой смартфон специальное приложение для определения даты на фотографии или на видео. Почему? Потому что срок давности административных правонарушений составляет два месяца. Чтобы вы не сказали нарушителей, что это было снято в прошлом году, например. Затем вы фотографируете и фотографию в электронном виде отправляете. Чаще всего нам отправляют на Фейсбук. У нас в Фейсбуке есть своя страница КАП МВД и через мессенджер Фейсбука. А вообще приходят, скажите, пожалуйста, как много? Да, конечно. Я вот просто к чему спрашиваю, у нас там буквально минутка осталась, к чему спрашиваю, например, мой частный случай. Около моего подъезда какие-то негодяи начали заезжать и вот прям загораживать вход в подъезд. Там живут и престарелые, скажем так. Конечно, это, если вы не сможете пройти, конечно, это нарушение. Вы можете сфотографировать. Еще раз, давайте, чтобы все поняли. Можно сделать фотографию, снять видео. А можно позвонить в 102 и сказать, приедьте, пожалуйста, в Фарфоне. Конечно, в 102 можно позвонить. Большое спасибо. А вот наше время на исходе.